Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова К слову, за последние сутки в Башкортостане коронавирусом заболело 144 человек. Общее количество зараженных с начала пандемии 15265 граждан. Большинство возрастом от 26 до 50 лет. В стационарах проходит лечение 580 человек. В том числе на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 11 человек. Башкортостан займет в Сбербанке 2 миллиарда рублей на покрытие дефицита бюджета. Это следует из документов двух тендеров, размещенных на сайте госзакупок. За услуги и средства республиканского бюджета выделят в общей сложности 136 миллионов рублей по 68 миллионов за каждую из двух кредитных линий. В процессе торгов претендент на заключение госконтракта начальную максимальную стоимость не снижал. Плата за кредитные ресурсы будет составлять 5,25%. В годовых дополнительные комиссии и иные платежи не допускаются. В стоимости учитывается налогообложение. Предельный срок погашения 1 апреля 2022 года. Полученные средства будут направлены на частичное финансирование дефицита бюджета региона. Предполагается, что они могут использоваться для погашения долговых обязательств. Согласно проекту бюджета республики, дефицит планируется в 2021 году в размере 24 миллиардов рублей. В Уфе за октябрь было продано квартир в новостройках на 5 миллиардов рублей. При этом стоимость квадратного метра в этом сегменте увеличилась с начала года на 15-20%. Об этом телеканал РБК Уфа сообщила руководитель агентства недвижимости «Эксперт» Елена Андреева. На повышение спроса в 2020 году повлияла льготная ипотяга на первичку под 6,5%, а также снижение ипотечных ставок на вторичные квартиры. Средняя цена 1 квадратного метра в новостройках в ноябре 2020 года выросла на 17% по сравнению с январем. И на 18% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го. Сейчас стоимость квадрата в новостройках Уфы в центре города достигает 100 тысяч рублей. В 2021 году тренд на повышение стоимости жиле сохранится, считают эксперты. То есть если мы в этом году получали от 15%, то в следующем году 10-12 это нормальная история. При условии, что у нас действительно появятся новые проекты, будет что покупать. По словам руководителя портала ufanovoстройka.ru Романа Гончаренко, причиной высоких продаж в текущем году стало помимо льготной ипотеки желание сохранить сбережения. На сегодняшний день повышение спроса со стороны населения не ожидается, так как доходы населения, скорее всего, останутся на прежнем уровне. Равно как и не ожидается рост числа предложений со стороны застройщиков. Поэтому наше мнение таково, что в начале 2021 года стоимость на первичную недвижимость стабилизируется и останется в границах, на которых находится сейчас. Таким образом, в 2021 году цены на квартиры в новостройках могут вырасти дополнительно на 12%. Такой прогноз наиболее вероятен при продлении льготной ипотеки. В Сибае состоялось выступление знаменитого российского актера Дмитрия Дюжева. На сцене Башкирского театра драмы имени Арслана Мубарякова артист представил моноспектакль Евгений Онегин. Благотворительный вечер состоялся для медработников, волонтеров, а также людей иных профессий, которые, рискуя собственным здоровьем, помогают другим в период пандемии. Мероприятие прошло с соблюдением всех мер безопасности. Зрительный зал был заполнен на 30% с учетом социальной дистанции. Дмитрий Дюжев воплотил на сцене сразу все персонажи Евгения Онегина, в том числе и самого автора. Режиссер моноспектакля Антонина Кузнецова, профессор кафедры сценической речи Гитиса, у которой когда-то учился актер. Премьера постановки состоялась в 2016 году и за это время спектакль побывал на многих площадках страны. Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как тренди лондонский одет, и, наконец, увидел свет. Видимо, действительно, это редкость, когда приезжает из Москвы артист. Это редкость, когда человек играет моноспектакль, и один на сцене в течение двух часов. И мне показалась какая-то особенная атмосфера такого события в Сибае. Мне было это очень приятно. О работе над постановкой актер подробнее рассказал на творческой встрече со зрителями после спектакля. Во время поездки по Сибаю Дмитрий Дюжев посетил достопримечательности города, а также социальный приют. Организатором мероприятия выступил депутат Госсобрания Республики Денис Назаров. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК.